17 февраля российские СМИ вышли с заголовками о гибели Александра Ковтуна, лидера так называемых приморских партизан. Он, якобы, будучи в заключении, подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился воевать в Украину. Где и погиб. Подконтрольная Кремлю пресса не скрывала удовлетворения. Враг режима, легендарный приморский партизан, решил взять в руки оружие, чтобы этот режим защищать. Из фактов во всей этой истории только фото могилы Ковтуна на мусульманском кладбище в Таврическе, Приморского края. В заключении Александр принял ислам и взял новое имя. Как же было на самом деле? В 2010 году об Александре Ковтуне и пяти его товарищах говорила вся Россия. Их брали в июне 2010-го. Операция длилась несколько часов. Шесть молодых парней из поселка Кировский в Приморском крае обвинялись в убийстве двух милиционеров и ранении двух правоохранителей. Также они убили четырех наркодилеров. Полгода бывшие одноклассники вели в Приморье фактически партизанские действия. Они заявляли, что власть и правоохранители не защищают людей, а наоборот. Крышуют наркобизнес и осуждают невиновных. И поэтому с властью нужно бороться. Вооруженным путем. Мы признаем ни федеральные законы, ни местные. Мы отрицаем полностью всю уральность Российской Федерации. И передаем привет всем, кто состоит в сопротивлении Северного Кавказа, другим достойным, честным, благородным людям. В своих обращениях приморские партизаны говорили о тяжелой социальной обстановке в Приморье и о том, как это влияет на жизнь простых людей. Садят в тюрьму за копеечные суммы. Кто-то там украл что-то от безвыходности. Нет, безработица в стране, алкоголизм. Как человек не пойдет что-то воровать, кого-то грабить. А вы их всех садите, всех мужчин пересажали. Все молодежь, половина сидит в тюрьме. Фактически это знали все о россияне. Но мириться с этим не смогли только эти шестеро молодых парней. Владимир Дубовский вырос в Приморье. Он прекрасно помнит те события. Тогда по Дальнему Востоку во многих регионах делали такие трафареты, надписи, граффити. То есть там были приморские партизаны. Шесть ребят, которые с оружием в руках в лесу. А сверху вертолет, потому что их разыскивали с вертолетов. Владимир решил провести собственное расследование смерти Александра Ковтуна. Ковтун, как и Владимир, этнический украинец. Он тоже украинского происхождения, как и многие на Дальнем Востоке. Плюс он говорил на украинском языке. Он выяснил, Александр Ковтун, получивший 25 лет тюрьмы строгого режима, на момент начала войны в Украине чувствовал, что его жизни кто-то или что-то угрожает. Есть такой источник, это близкая знакомая девушка Александра. Она просит из-за безопасности не разглашать свое имя. Но я общался с ней, и с ней ряд СМИ общались. Она говорит о том, что у них был разговор еще в октябре месяце, и потом уже позднее, в ноябре, и Ковтун, он говорил, что он уже устал сидеть. Плюс у него была боязнь, что он не выйдет на свободу. Он воспринял шанс завербоваться в ЧВК, как шанс выжить. У них был несколько раз разговор, когда он говорил, «Вот я думаю на самом деле завербоваться в ЧВК». И у него было две мотивации. Первая – это то, что полгода повоюешь, а потом тебя освободят. А второе – он говорит, а может быть у меня вообще получится перейти на сторону Украины. Но то, что убежденный сторонник вооруженной борьбы с режимом, конечно, не будет настолько глуп, что сложит за этот режим голову, понимали все. Я, в принципе, отталкиваюсь от той версии, что действительно Александр мог попробовать завербоваться в ЧВК. Но там же тоже неглупые люди сидят. Есть, наверное, какой-то отдел безопасности, который все проверяет. Естественно, ну вот перед тобой человек, у которого там несколько красных полос, там склонен к побегу, а он несколько раз пытался сбежать из колонии. Вот. Стали разбираться в деле. Ого, а это оказывается тот самый приморский партизан, видео которого на ютубе крутится, где он говорит, что он воюет против Российской Федерации. То, что случилось дальше, показывает корявый почерк российских спецслужб. Есть справка о смерти, которую передали родителям, и там есть ранение грудной клетки. Вот эта справка. Ковтун Александр Александрович. Травма неуточненного органа грудной полоски. Конечно, те, кто вез Ковтун в Украину, понимали, что есть единственный способ завершить эту историю так, как нужно ФСБ. Я не знаю, что это было. То есть, возможно, это было какой-то, ну, не знаю, там, стреляли в спину казнь-расстрел. Почему отрубили палец, знаете, а может отчитаться перед руководством. Сравнить дактилоскопию, и вот действительно это Александр Ковтун. Судя по всему, в этот раз бесстрашному приморскому партизану не удалось перехитрить судьбу. Я думаю, что тут все совпало. Те же самые ЧВК, Вагнер, они как-то, я думаю, что они же контролируются не Министерство обороны, а именно ФСБ. И, скорее всего, ФСБ дало такой заказ, слушайте, а давайте вы его как бы вербанете, привезете в Украину, а может быть даже и не довезли до Украины. Просто убьете, и все. Официальные власти в России сделали все, чтобы в памяти людей эти ребята остались как банда убийц. Но вот что пишут люди под видео с их обращением. Парнишки, мы вас помним, живите вечно в нашей памяти и сердцах. Духовитые, простые парни с мозгами, сердцем и совестью. Вас не хватает этой стране сейчас. Ребята отдали свои жизни за нас, трусов и болтунов. Бл***ь, мне бы в своем городе. Парни очень убежденные и не боятся смерти. Память о вас останется в веках. Мы будем с вами воевать до последнего, пока вы нас не убьете или пока мы не победим. Ну, скорее всего, вы нас убьете. Мы вас не боимся. Мы не боимся вас. Знайте это.